В Карачево-Черкесии продолжается адресное информирование жителей республики о выборах президента России. Члены избирательной комиссии у Джигутинского района также совершают поддомовые обходы. Останица Красногорска и ее истории с жителями и о том, как члены участковой избирательной комиссии информируют людей о предстоящих выборах президента России, расскажет Дарья Тендит. Красногорска, или как ее называют местные жители Красногорка, расположена в удивительно живописном горном месте у Джигутинского района. История происхождения велика и вместила в себя вихры революции и войн. Основана казаками в середине XIX века и носила название Верхнениколаевская. Из-за гор, окрашенных в красновато-багровые тона, ее переименовали в Красногорскую. В основном в ней проживали казаки, а сейчас Станица многонациональна. Екатерина сюда пересылала казаков, ну как, отправляла казаков, как на охрану границы. Вот поэтому она считается казачьей. Был вот казачий кордон. Ну как, не кордон, а казачья сторожевая башня. Мост был каменный, он до сих пор, быки остались, стоят. Немцы взорвали его во время войны. Главная достопримечательность Станицы – Красногорская сторожевая башня. Сооружение Кавказской кордонной линии, охранявшей рубежи. Это объект культурного наследия, музей, сохранившийся с 19 века. Несколько лет назад здесь провели реконструкцию, сохранив ее изначальный вид. Сейчас Станица – место притяжения для туристов со всей страны. В Станице Красногорска есть настоящий минеральный источник – Мирзабекачи, который течет прямо из-под земли. Это очень вкусный и щедрый подарок для гостей и жителей Карачаева-Черкесии. Казаков Станица 86, рассказал атаман Михаил Михайлович. Казаки – настоящие патриоты, стоящие на защите Родины. Поэтому голосовать пойдут все, дополнил он. Почему важно голосовать, принимать участие в голосовании? Ну, важно голосовать для того, чтобы улучшалась, как говорится, жизнь, население. Надежда и Лариса – обходчики избирательного участка 225 из Жигутинского района. С самого утра повещают избирателей Станицы Красногорска, а в ней проживает свыше 2000 человек. Обходчики приходят к каждому избирателю, приглашают на выборы, рассказывают о способах голосования, датах, месте и времени. Надежда Бородухина рассказала, как их встречают избиратели. Очень доброжелательно, невозможно от них уйти, они хотят пообщаться, на все вопросы просят ответить. Люди больше пожилые хотят пообщаться, хотят расспросить, хотят поговорить. Но настроены все очень доброжелательно, позитивно и очень энергичные люди. На Станице живут. Как и положено в казачьем поселении, центральная улица Станицы именуется Красной. А в 110-м доме проживает Елизавета Гусева – коренная потомственная казачка. В Станице каждый знает друг друга, поэтому встреча началась с приветливой беседы. А после уточнения информации приступили к выбору способа голосования. Как вам удобно голосовать? На дому или на участке? Дома. Удобно дома. Я не ходю уже, за лекарство не ходила. Хорошо, смотрите, тетя Лиза, на дому можно проголосовать, выберите день, когда вам удобно. Это 15-я, 16-я, 17-е, 17-е воскресенье. Какое время? В любое время? В любое время. В 92 года Елизавета Ивановна, выполняя гражданский долг, ежегодно принимает участие в выборах президента страны. Не участвовать в выборах не могу, говорит жительница, ведь от каждого голоса зависит наше будущее. Ну а как же? Приедут – пожалуйста. Поголосуем. Как же? Обязательно. Дарья Тензит, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Станица Красногорская.